И Шременко, и Фарид, и Дуна, и кто там, хочешь они вместе, пускай двоем на меня нападают. Он засал меня прямым текстом, я говорю, что он и его команда засали меня. И перед началом этого видео хочется вырасти особый респект нашим друзьям из Горилла Энерджи. Горилла Энерджи помогает развиваться ММА в России, вкладывает в это огромное количество средств, помогает бойцам, промоушенам и вестнику ММА. Спасибо им огромное, Горилла Энерджи, наш любимый энергетик. Хотим поздравить с победой, очень яркий Гамзат Хиромагомедова, очень круто получилось, какие эмоции? Эмоций нету, повторюсь, больше всего радует, что я обрадовался близких, родных. Больше всего радует, что они улыбаются и искренне рады моей победе. Вот это меня больше всего радует. Ну, можно сказать, эмоции на все сто, короче. Наверное, они рады не только победе, но и возвращению. Два года тебя не было. Почему? Я нос был поломанный, и мне сказали, год-полтора нельзя драться, и я как бы решил отдохнуть чуть. Я вот сейчас вернулся, полон сил, и соскучился я, черт возьми, по этому спорту. Я готов дральщик драться с любым, кто бы там ни был, как бы его там ни звали. Любого просто. Назовите мне имя, кто там. О именах мы сейчас поговорим чуть попозже. Хотелось еще узнать, у тебя же планировался бой на Брейве до этого с Чесиевым. Почему не состоялся тогда? Я там не согнал килограмм и был готов отдать весь свой гонорар в Чесиеву. Но он засал меня прямым текстом. Я так говорю, что он и его команда засали меня. И это есть нехорошо. У нас вид спорта такой, что мы должны выходить и драться. Килограмм, там два, разницы нету с огнами. Я бы вышел. Я сужу по себе. Это мое мнение. Я считаю, что Чесиеву он не боец. Он чисто так маленький, наверное. Жестко в стиле брать в Хермагомедовых. Возможно. Что по поводу Брейва? Я вообще думал, что ты с ними подписал контракт. Но, как я понимаю, теперь лига Игла ФСи и контракт на четыре боя, да? У меня с ними никакого контракта нет. У меня был контракт на один бой. После этого с Чесиевым должен был драться. Тоже что-то не получилось там. Сейчас ИСи не нравится здесь эта организация. Хорошая. Соперники тоже достойные. Шлеменко, я считаю, достойный соперник. Но пик прошел у этого человека. Раньше он был, может, хороший. Я сам был его кумиром. Я болел за этого пацана. А сегодня настал моя очередь, наверное, бомбить даже. Он пускай на пенсию пойдет. Это как бы так. Не в обиду Шлеменко, конечно. Но это наш спорт. И каждый здесь должен понимать, как и что я буду с этой войны газовать по полной. На всех, кто на 84, разницы нету, кто бы не был. Я слышал, здесь пояс у кого вообще. Фридуна Адилова. Я как раз хотел про это задать следующий вопрос. И сегодня у Фридуна Адилова, честно сказать, не очень равный ему по уровню боец, который за последние три года провел один бой. И который вообще никогда не дрался в лиге. Неизвестен российским фанатам. А вот намного было бы интереснее посмотреть тебя с Фридуном Адиловым. И тебе не предлагали на этот турнир? Не, мне не предлагали. Я думал, вот следующее. Я думал после этого боя, что мне дадут за пояс. Ну, я как понимаю, вряд ли, потому что сейчас уже Шлеменко с ним там не будет драться. Ну, я хочу драться за пояс. Я готов хоть завтра выйти на этот бой. Дайте мне эту возможность. Я не подведу никого. А если говорить еще про 84 килограмма, то в лиге «Иглз» есть интересный боец. Это Артур Гусейнов. С ним бой возможен? Артур Гусейнов я знаю хорошо. С ним бой, наверное, невозможен, так как он не захочет со мной драться. Знаешь как, мне вообще без разницы, против кого драться выходить. Если против меня выходит драться, я выхожу драться. Как бы и... Просто он со мной не будет драться. Я этого знаю. Я выйду против кого хочешь. Кроме своего родного брата. Остальные пускай уходят. И ты говоришь про неделю. А на самом деле сколько нужно на полноценный лагерь? Или действительно ты через неделю готов будешь драться, если будет следующий турнир? Да. Я на полном серьезе говорю. Я готов через неделю выйти еще раз, еще раз подраться. И показать хороший бой. Я без травм. Как бы сами видели, минуты. Я что там сделал? Я даже ничего не понял. Даже не насладился ничем. А я хочу насладиться этим. Потом, когда ты обращался к лиге и сказал, что хочешь пояс этой организации, я не знаю, слышал ты или нет, но трибуны стали кричать «Фаридун, Фаридун». Как к этому отнесся? Я, честно говоря, не слышал, что Фаридун. Он сейчас первый раз слышать о его имя. Я же говорю... Он сегодня дерется в главном бою. И Шлиминка, и Фаридуна, и кто там... Хочешь, они вместе, пускай двоем на меня нападают. Обоих победят. Круто. Поздравляйте с победой. Друзья, вы подожди. Подписывайтесь на инстаграм. Гамзат Хиромагомедов. Он появится внизу экран. Подписывайтесь на инстаграм «Вестник ММА». Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.